Смена обстановки И вот как немножко, чуть-чуть себя, наверное, представляли, что мы тоже готовимся к чемпионату мира. Но это здорово, мне кажется. Чаще бы проводились такие матчи, мы бы были счастливы. Город интересный, красивый, высокие дома, как в принципе, вот мы были 4 года назад в Ухане, там тоже очень высокие дома. Удивило то, что на море люди купаются в одежде и загорают тоже в одежде, точнее, они стараются не загорать. Это очень удивило. В первый день с Юлей мы пытались дойти до моря. Нам рассказали примерно, как идти, но немножко забыли про один поворот. Мы вышли из гостиницы, увидели вдалеке нашу переводчицу и думали, все, мы идем правильно, и пошли за ней. Она скрылась далеко, пока мы переходили дорогу. Мы встретили людей, увидели просто женщину с мужчиной, пожилые шли. И Юля почему-то решила, что они идут на море. И мы шли за ней, пока не догнали их и не спросили. Конечно, они не знают английского языка, но методом жестикуляции они нам объяснили, что они идут совсем не в ту сторону. Искали, искали, в итоге прогулялись по городу. В первый день мы море не нашли. Вот спустя несколько дней, вот когда у нас был выходной, мы съездили, погуляли на Олимпийскую набережную, сходили в торговые центры местные, и уже приехали, и все вместе с девочками собрались и сходили на море. Интересно то, что у них многие люди приезжают на море, раскладывают палатки, как будто они там с ночевкой, но может быть это так и есть, и вот то, что они загорают в одежде. Вот это вот меня очень удивило. Многие, кстати, просто к нам подходили фотографироваться, может потому, что мы были в купальниках, может быть потому, что русские, но на море, кстати, было больше людей, которые говорят именно на английском, ну хотя бы какие-то там простые фразы. Вот. Удивило, что пока вот мы искали первый день моря, ни одного не встретили человека, который говорит на английском хотя бы hello everyone. Вот. Что еще меня удивило? Удивила очень высокая влажность, когда мы тренировались, прям вот такой вот туман, и достаточно тяжело дышится. Вот. Что еще? А, удивило, когда мы шли на море, было очень жарко, и они вот сделали вдоль стройки, наверное, они огордили эту стройку, сделали такие штучки, разбрызгивается вода, наверное, чтобы не так сильно жарко было идти. Вот. Ну, в принципе, и все. Еда. Очень своеобразная еда. Первые дни мы не могли ничего кушать, потому что все достаточно специфическое было. Правда, много морепродуктов, но было страшно кушать их и пробовать что-то новое. Эти ракушки разные там, мидии, и, я не знаю, устрицы или что это приготовленное было. Вот. Соусы сладко-остро, жирненькое все. Ну, для нас это было очень необычно. Но хочу отметить вкусные креветки, которые мы брали и ели каждый день. Свежие, вкусные. Так, что еще из еды у нас было? Фрукты. Да, фрукты вкусные, свежие были. И, а, кстати, наверное, попросили, и Китай готовил нам борщ. Конечно, не так, как в России, но все равно молодцы, они старались. Мы его кушали каждый день тоже. Таня сказала, классно, только бы поменьше сахара. Добавить. Больше, правда, был без капусты. Но ничего, все равно мы его кушали. И, как говорят у нас в России, каждая мама, то, что нужно есть жиденькое. Тогда будет все хорошо с желудком. А, у нас был за столом спор. Принесли, как вот, запеченная, как рулька была сначала. Вот, запеченная как будто. Мы пришли, начали кушать. Я говорю, это индейка. Девчонки, нет, это утка была. И мы начали спорить. Стол разделился на два мнения. Я говорю, пойду, посмотрю. Но я уверена была, что это индейка. Девчонки, нет, это утка на вкус 100%. Просто подхожу к этому блюду, смотрю, там такая кость лежит. Огромная нога. Это оказалась свинина вообще. Но на вкус было как индейка. Да, очень интересно. При входе в отель встречает робот, который говорит на китайском. И, наверное, как-то направляет или что-то такое делает. Есть робот, который делает кофе. Прям сам. Робот-бариста. Я сначала думала, что он ездит еще и в номер развозит. Но там есть еще два робота, которые развозят именно доставку. Приносят, как бы он знает, сам едет, знает на какой ему этаж, какой номер. И все это по Face ID. И, в принципе, много что в гостинице практически все на Face ID. У китайцев, наверное, у них у всех распознают лица. И вот заходишь в номер, все открывается без карточек, а по Face ID. Еще удивило очень много современных технологий именно в номере. Открывали-закрывали занавески сами. Ну, чуть-чуть надо было направить. Я не знаю, может, конечно, кнопочка есть какая-то. Портативные зарядки такие. Просто кладешь телефон, заряжается. И удивило еще почему-то раковина вне санузла. Ты заходишь в номер, у тебя вот раковина, умываешься, чистишь зубы, а тут рядом спишь. Вот это тоже вот немного странно было. И на первом этаже нашей гостиницы классная такая стена при входе много разных майк. Мне кажется, это знаменитые спортсмены, может быть, именно китайцы или, может быть, еще какие-нибудь знаменитости. Вот, очень классно развешаны по всей стене, всякие мячи с автографами, бутсы, обувь. Это смотрится, ну, очень классно. Я сначала думала, что это чисто спортивная база, но в этой гостинице мы встречали других людей. Вот, поэтому тут, как бы, наверное, этаж выделяется для спорта какой-то. Интересно, еще у них везде стоят экраны, где показывают, сколько дней осталось до чемпионата мира. Это тоже очень круто. И на стадионе, когда мы приехали, где играли с Китаем, там тоже каждый день, типа, вот, сегодня 20 дней. Я помню, 23, мы пришли первые на стадион, там было 23. Сегодня уже 16 дней осталось до чемпионата мира. Китайский язык мне показался очень сложным, потому что, когда мы учили фразу, когда мы учили фразу на китайском, было сложно произнести некоторые вот сэс, хэ, и вот очень сложные сочетания вот именно согласных букв. Вот, выучила фразу, вот только то, что я учила, запомнила. Да, конечно, я бы хотела вернуться еще в Китай именно самой, именно посмотреть, погрузиться именно в культуру. Хотела бы съездить, наверное, посмотреть какие-нибудь старые города, где вот такой вот старый вот Китай, где вот эти вот дома. Хотела бы посмотреть их великую стену китайскую. Ну, что-то такое вот историческое. И, наверное, хотела бы побывать в Пекине. Там же вообще такие высотки и все такое. Ну, в общем, я хотела бы побывать еще в Китае как турист. Мне показалось, китайские люди немножко похожи менталитетом на нас. Добрые, но всегда на улицах, по крайней мере, когда мы ходили, там, они подходят, там, фотографируют, фотографировали что-то, узнавали. Просто могли подойти мы, даже когда они совсем там в форме, они не понимают, что мы россияне. Просто такие, вы красивые, можно с вами сфотографироваться. Вот, мне показалось, они дружелюбные. Из российского нашего мне не хватало еды, гречки. Вот знаете, когда в России я не хочу гречку. Ну, гречка, гречка, а тут как приехали, дефицит мне одного дня с гречкой. И я соскучилась. Ну, вообще, я соскучилась по родине. Мы здесь были 11 дней. Все здорово, но хочется уже домой. Субтитры сделал DimaTorzok